ВОЛЬБЕНТО МОДЕЙ МОЦАРТ В стенах отделения онкогематологии детской краевой больницы любовь – не просто слово. Это единственная ниточка, которая удерживает сознание и не позволяет ему обрушиться в безразличие неодолимой усталости. Любовь к своим детям делает из матерей крепких духом защитников и покровителей. Любовь ежедневно возрождает надежду и веру, силу и самообладание. Там, где безоружность перед лицом болезни давно должна была заставить опустить руки. Поэтому сегодняшние гости отделения принесли с собой волшебные ноты – музыку любви Моцарта. И музыка, как волшебное средство, способна перенести нас в самые далекие уголки и во времени, и по расстоянию. И сейчас мы приглашаем вас в удивительный австрийский город Зальцбург, где Моцарт и родился. И вот мы уже там, в Зальцбурге. Полночь, луна освещает тихие сады, а в них так пахнет фиалками. Мы слышим музыку. Наверное, когда-то она выпорхнула из стрельчатых окон, да так и осталась в саду, заблудилась. И теперь приходит к нам и приносит воспоминания о том, что когда-то было. А может быть и сейчас жив тот старый дом, в котором родился Моцарт. И мы, как наяву, видим маленького хрупкого мальчика с тоненькой шейкой в серебряном паричке, похожего на вербную веточку. Чудесное видение. Добрый вечер, маленький сударь. Скажите, а вы что-нибудь умеете уже? Конечно. Тогда продемонстрируйте всем нам. Малыши в Тихомолку следили за юным композитором. В образе Моцарта – семилетняя Катя. Сегодня она вместе с ребятишками сыграла и в оркестр, и в «Угадай мелодию». Музыкальное путешествие вышло за пределы Австрии и включило в себя композиции из мультфильмов и русские плясовые. Когда внезапный смех озаряет усталость, происходит чудо. Лица малышей светлеют от каждого доброго слова, приятного звука. Любой подарок, даже самый маленький, здесь очень ценен. Стоит лишь улыбнуться, и всегда получишь улыбку в ответ. Когда страдают дети, это, конечно, очень горько и больно, и хочется помочь им всем, чем только можешь. Ну а музыкант, что он может? Конечно, прийти, сыграть, выступить, потому что музыка доказанно поднимает настроение, возвращает силы, бороться. Жить, переносить все невзгоды. Даже вот есть такая наука, как музыкотерапия, которая изучает специальное влияние инструментов различных на здоровье, на состояние организма. И неспроста мы сегодня выбрали звучание скрипок старинных инструментов, которым уже более ста лет, и звучание флейты, так как ее прозрачный тембр очень способствует какому-то вот выздоровлению, повышению жизненного тонуса. Дети особенные, дети очень чувствительные. Дети находятся в такой ситуации, когда у них нет выбора, и они борются как могут со своим недугом. И в этом, вот в этом состоянии, они все равно любят жизнь. И настолько вот они какие-то чувствительные к музыке мне показались. Мне запомнилась одна девочка, которая после моего выступления подошла, так погладила скрипочку, и сказала, можно я на ней немножечко поиграю, я так хочу играть на скрипке. Каждый миг жизни ценен, и сделать его ярким и запоминающимся для маленьких пациентов способен каждый. Порадовать малышей, исполнить мечты ребятишек, подарить заветную игрушку можете и вы. Чтобы присоединиться к акции телепроекта «Надежда на чудо», нужно всего лишь отправить смс со словом «Надежда» на короткий номер 7878. Есть еще один простой способ подарить улыбку детям. Вы можете опустить любую сумму в копилку с логотипом «Мать и дитя». Они установлены во всех магазинах сети «Новакс». Пусть жизнь малышей и их мам станет светлее с вашей помощью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok